Вкусов самых разных, разных этих, понятно чего, состава, да. Но Господь Кришна берет одну, одну ладу, открывает рот и кладет себе эту ладу в рот. И дальше происходит что-то удивительное, он кривится и говорит, что за страшное говорить вообще. И говорит, что есть невозможно. И вспоминаю этот момент, что Сарупа, он оказывается родственник Шематердана, он и его какой-то младший брат в семье. И говорит, вот твоя сестрица приготовила, то тут и ешь. И вываливает ему весь поднос этих ладу на его тарелку. Сарупа берет, ест, ничего лишнее в жизни он не ел, подобно нектару. Нектар, по сравнению с тем, что готовишь Шематердана, они меркнут. И он понимает, что Кришна просто воспользовался этим. Что-то придумал, какой-то повод для того, чтобы отдать Губу Кумару самое дорогое, что было у него. Во время этого года. Вот так. Так ведет себя Кришна по отношению к своим друзьям. Сакам. Они отдают им все, что самое дорогое, что есть у него. И они также делятся самым дорогим, что есть у него. Их отношения между Кришной и мальчиками-пастушками в этих отношениях, пресоками. Абсолютно равны. Настолько, что именно они позволяют себе садиться на плечи Кришны. Например, Али Кришна может садиться к ним на плечи и вести себя. Как будто мы, когда прикасаемся одной частью нашего тела, другой частью нашего тела, то мы не испытываем вот эту какого-то неловкость. И в наше тело это мы. И точно так же, какими частями тела не прикасались Кришне, мальчики-пастушки в этих отношениях, например, ногами. Что является страшным оскорблением по отношению к Богу. Выбористову прикоснуться к ним ногой. Но Кришна рада. Она не задирается к ним, говоря, Кришна, ты гордишься своими достижениями, своими этими. Ратным Богиком не гордись. Мы знаем, кто ты, мы тебя можем. Мы тебя не раз уже побеждали. Она пошучит над ними и слегка его пристыжает. Как Арджуна, Арджуна тоже относится к этой категории близких спутников, близких друзей Кришны, Преасак. Когда вспоминается в 15-й песне, 15-й была и 1-й песня Баговы Тамарджуна, вспоминает уже в разлуке с Кришной, говоря о том, что я потерял сам моего дорогого друга без общения с ним. Все эти вселенные кажутся не пустыми, не к темными. Он вспоминает о том, как все ратные подвиги Арджуны и сражения на поле битвы Крушетра, он говорит, это сражение на поле битвы Крушетра было похоже на океан, который населяли страшные монстры, страшные чудовища, кровожадные. Но благодаря дружбе Кришны я смог пересечь этот кем, и не волос не упал с моей головы. Он вспоминал про любви и подвиги, которые они совместно с Кришной совершали, когда они сожгли лес на Миде Кандава, как они в качестве подношения Агнедева, как они защищали, как он защищал стадо царя Вераты, как оставаясь неузнанным, живя в его доме, как Брихандала, как Евнух, который обучал танцу его дочи. И когда враги напали на Верату и вели его стадо коров, Арджуна, оставаясь неузнанным, отбил этот стадо коров и вернул обратно царю. И все эти подвиги он вспоминает, говоря каждый раз, завершая это словами, все это благодаря Кришне. И потом он начинает вспоминать что-то совершенно удивительное. Он говорит в этом стихе, мы часто жили вместе, спали, сидели рядом и прогуливались. И в Брихандале, в Брихандале, самое сильное говорится, что иногда Арджуна в своем дружеских отношениях с Кришной сидел, ложился на кровати, он ложил, клал свою голову на колени Кришны. И на колени Кришны, кладя свою голову, он не только на шутил и смеялся с ним. И вот он вспоминает об этом сейчас, он говорит, иногда мы часто жили вместе спали сидели рядом прогуливались когда он восхвалял себя справились за проявленное геройство я замечаю какое-либо несоответствие прикалываю говоря мой друг так друзья подкалывают друг другу правильным образом завирать хотя это даже так говорят его более менее воспитанный друзья из риндауна что у него друзья в двух местах живут из городские есть сельские так описывается и у городские друзья есть его деревенские друзья есть пура сак и вражесак в городе таком как два рака например от хора или хастинапур я журнам воспитанный друг поэтому не будет лишь не на крышном хватит завирать заливать не знаю что кришна говорил и геройских подвигов хвастался мне было семь лет я поднял целую гуру я честно тебе говорю те самые в том же самом риндауне в котором ты сказал что ты вернешься наверняка такие же правдивы как то обещали вернуться через скринь и брондон в риндауна продолжает говорят сидели замечали иногда же на те минуты когда его величие принижалось мною он будучи вершим высшей душой сносился эти слова прощая мне как искренний друг прощает своего друга или как отец своего сына комментарий шилпруклады поскольку верховный господь шри кришна все совершения в его трансцендентных играх своими чистыми преданами никогда не бывает недостатка ни в чем какой бы роли он при этом играл друга сына или возлюбленного господу доставляет большое наслаждение упреки друзей и родителей и невест больше наслаждения чем ретические гимны которые торжественно относят ему великие и эрудированные ученые и священнослужители и поэтому для него упреки арджуна да 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 но кришна-то очень правдив были слаще чем славоведы и есть еще более сокровенные преданные думается куда там сокровение уже но есть у него брияна армасаки к этой категории преданных друзей кришны относятся особая избранная категория несколько человек их называют следующими словами Субала именами Арджуна другой Арджуна не тот который его тезка Гандхарва Васанта Юджула их мы не будем читать подробное писание у нас на это уже не так много времени осталось но их отношения с Кришной обладают особой расой они являются проводниками или посредниками между им и его другими преданными самых возвышенных в отношении с ним гопи и поэтому Кришна доверяет им самые сокровенные беседы или какие-то посредницы передают письма или придают какие-то послания они все время что-то шепчут Кришну на ухо то что не знают и не могут понять другие мальчики-пастушки иногда они напускают на себя важный вид и говорят шепотом хотя ни о чем серьезном они особенно не говорят тоже бывает и так поддерживают свою роль их дружба с Кришной вызывает иногда зависть даже в гопи об этом говорится здесь в когда некоторые незадачи люди говорят ну про падать дома и там у всего где они ищут здесь рассказывается как же матери ранее видя как суббал кладет руку кришне в плечо присутствие всех абсолютно открыто не стесняясь она начинает завидовать почему на самом деле я должна такое право иметь почему он почему не я эти чувства еще больше усиливаются вот об этих отношениях суббал и выжил и других близких преданных кришне сал описывается здесь а теперь просто опустите руки те кто ее не прочитал остался на руках это духовный мир это что это плохо это есть духовный мир между духовным миром описанным словами великих предах и духовный мир в котором у нас есть никакой разницы читаете книги обсуждаем друг с другом живем в духовном мире пока читаем все эти отношения которые кажутся нам теоретическими не кажутся какими-то абстрактными, отвлеченными, если мы читаем, осуждаем их, мы начинаем развивать сопричастие к ним. Мы можем не суметь войти сразу в эти отношения. Но желание эти отношения иметь, и наша, как это называется, идентификация, наша личность начинает проявляться там. Мы недавно с одним преданным говорили вчера, о том, кто мы вообще. Что такое, кто я? Казалось бы, на этот вопрос мы отвечаем с легкостью другим, когда кто-то задается, он такой вопрос, да, джи-ва-ру-па-су-ру-па-хо-и-кришне-ра-ни-ти-да-с-вечный слуга Кришны. Очень легко ответить на этот вопрос. Мы доказываем с легкостью, чтобы душа, а не тело, чтобы вечные. Но мы должны задуматься о том, жена ли мы такими отрежеслениями сами. Есть ли у нас понимание того, что мы слуги Кришны, и в чем это желание служить Кришне проявляется. Мы обсуждали с преданными вчера о том, как это отрежесление себя с слугой Кришны проявляется, на разных этапах преданного служения по-разному, с большей и большей степени детализации. Вначале, когда мы просто общаемся с преданными, вернее, даже не то, что с преданными, а преданными общаются с нами вначале. Мы даже не хотим общаться с преданными. Мы просто идем где-то по улице, или сидим в машине, или проходим, мы сидим в киоске, что-то продаем, и проходит Харинама в Иркутске, и у нас уже в сотый раз. И вдруг на свой первый раз мы начинаем повторять Харе Кришне, мы начинаем что-то слышать в этих словах, то, что мы раньше не слышали. Да? И начинаем думать, что в этих людях есть то, что я не могу найти ни в чем другом, ни в своей работе, ни в своих отношениях с семьей, с друзьями. Что в них? Шилру Пагасам описывает опасность общения с преданными. В разделе, описывающем пять могущественных процессов преданного служения. И он говорит словами человека, который также шел по улице Иркутска и увидел эти Харинавы. Ну, там где-то между срок читает Иркутск. В любую погоду. И он говорит, что с тех пор, как я прошел мимо тех людей, которые шли, воздев руки к небу, не разбирая дороги, пели что-то, и со слезами на глазах, то с тех пор моя материальная жизнь потеряла смысл для меня. Я уже не хочу жить, как прежде. Я хочу жить, как они. Хочу я не хочу. Хочу я не хочу. Хочу я жить, как они. Но я хочу. Что со мной случилось? В другом стихе, описывающем могущество преданного служения, могущество в чтении Багавата говорит словами родителя, обеспокоенного необычным изменением поведения его детей. Знаете, когда те из вас, у кого есть дети, что иногда, когда дети не с тем пообщаются, то что там прочитают и посмотрят в интернете, то их поведение меняется. И опытные родители знают, что все-то произошло не так, и нужно принимать меры. Лучше, конечно, примеры принимать профилактические, и поэтому ставить фильтры на трафик, интернет-трафик, чтобы дети, не дай бог, не смотрели с чего-то не того. Но, оказывается, в те времена у родителей тоже были такие переживания, чтобы дети, не дай бог, чего-то не того не посмотрели, не прочитали, не услышали. И вот один такой ведический родитель, отец, говорит своим детям, о, дети, что случилось с вами? Почему вас перестали интересовать ведические жизненные отношения? Почему вас перестали интересовать дарма, арта, камма и мокши? Почему вас перестали интересовать кармаканда? и вдруг его страшная догадка, страшная догадка вдруг его поражает. Он говорит, о, нет, только не это, не может быть. Неужели слоги Шиман-Багу там вошли ваши уши? Только не это. Это вы потеряны для материального мира. Так что вы, как с вами описывают могущество преданного слова. Так вот, в Кришне разные друзья. Мы говорили о том, что постепенно мы начинаем общаться с преданными, преданно общаться с нами, вернее. И мы начинаем отрислять себя с радостью, которую мы получаем от общения с преданными. Постепенно мы стремимся к общению с Нью все более сознательно. Этой сознательности уже хватает на то, чтобы взять и приехать, например, на воскресную программу. Вместо того, чтобы сидеть и дать коньяк к нам, сами придут. И сделать что-то для них, проявляя благодарность по отношению к Ним за то, что они дают нам. А наш душил нерадошен, а мы раз же спросили какого долга духовного Учителя перед учеником. И он сказал, что долг духовного Учителя перед учеником это дать ему то, за что тот ему будет вечно благодарен. Ни много, ни мало. Вечно благодарен. И долг Учителя, ученика, очевидно, если говорить уже долг Учителя, ученика, это увидеть в тех наставлениях и в той милости, которую дает нам Духовный Учитель. То, за что мы, может быть, и должны быть ему вечно благодарны. И мы начинаем служить преданным. За то, что не дали нам. И постепенно кто-то из них, из этих Вайшнавов, которых мы слушаем и слушаем, и черпаем силы, и черпаем доводушевления, черпаем опыт духовной жизни. Мы начинаем видеть, распознавать среди них тех, среди таких преданных того или ту, кто дает нам больше наставления, наставления, которое становится основополагающим, фундаментальным, для нас, на чем мы стоим, наше здание, нашей духовной жизни. И такое преданное согласно с наставлением Ша, правильно выбирать духовного учителя из наставлений. И тогда для нас становится жизнью, как об этом пишет Вишна Атача Квартидакур в комментарии к Бхагавангите, там Снамус, который стал до Круппада девизом его проповеди на Западе, в комментариях в стихах, где Шиллабрапад наговит весах, где Кришна говорит «Вя вас яд мигагугифи кеха куру нан на баху шаках янан ташчан». Это наговит весы сразу того, кто нерешителен, но человек, который сосредоточен одной цели, он очень тверд в своих намерениях. В комментариях Шилла Вишна Атача Квартидакур говорит, что это означает следовать наставлению духовного учителя. Так твердо. Он говорит, что для меня достояния духовного учителя должны стать жизнь, душу, они для меня садана, они для меня сад, я цель, они для меня залог успеха, они для меня все, и даже если вся вселенная разрушится, я никогда не перестану следовать наставлению моего духовного учителя. Вот вдохновленный этими словами Поэтому мы выделяем постепенно из вайшнавов те, кто дает нам самые главные основополагающие наставления, из них проявляется тот, кто делает это наиболее ярко, убедительно и тот, через кого Кришна появляется наиболее зримо. Он становится для нас дикшу-гуру. Мы принимаем от него наставление, которое теперь становится для нас главным принципом духовного существования, оси вокруг которой вращается все остальное. Шиладзива Госвами Бахти Сандарбе говорит, что нужно, конечно же, служить всем вайшнавам, но он оговаривается, он говорит, что нельзя ставить служение кому-либо еще выше служения духовного учителя, потому что служение ему залог того, что мы останемся преданными и что служение другим мы сможем выполнять правильным образом. Он так говорит Бахти Сандарбе. И потом, то есть мы отражесляем себя с учеником духовного учителя, и потом мы начинаем испытывать трудности в преданном служении, предлевать их, анардханеврентия. И мы становимся очень смиренными и понимаем, что нам в наставлениях выполнения наставления духовного учителя очень нужна милость вайшнавов, которые уже пересекли этот барьер, этот рубеж, который уже на том берегу и могут подсказать мне, как туда попасть. И когда нам Гуру Махараш говорит, будь смиренными, мы очень гневливы, если он говорит нам, будь отреченными, мы очень привязаны, если он говорит нам, звучит шастрия, мы... А не звучит шастрия? Повторяя внимательно, святые имена мы отвлекаемся. Или он говорит нам, ты должен избавиться от вожделения, мы полны этого вожделения. То если мы очень сильно привязаны, а мы должны к этому моменту привязаться к наставлению духовного учителя, к выполнения, то теперь вайшнавы, которые умеют это делать легко, которые смиреннее, которые отреченнее, которые более привязаны к пробуде, которые более привязаны к изучению шастри, которые свободны от вожделения, свободны от зависти, сиамского близнеца вожделения. Они тогда становятся гуру, мы начинаем учиться у них, очень смиренно говорить, те самые вайшнавы, которые мы считали раньше, там, третьим, другим, третьим, четвертым, на уровне младенчества, в предном служении, становятся для нас теперь тишикши гуру. Мы приходим к ним смиренно и говорим, дорогой Прабури, дорогая Маташа, научите меня, как вы, и так вот замечательно служите Кришны, научите меня стать таким, как вы. То, что раньше в мыслях у нас не умещалось, чтобы стать, дай Бог, таким, как он или она. Но когда мы в нашем самомнении начинаем, как мы говорили сегодня, терять ощущение реальности, Господь Кришна забирает нас все то, что мы считали доказательством нашего превосходства. Он об этом сам говорит. То, что он считал доказательством своего величия, этот уровень Анардха Неврити, в этом смысле, в этом смысле, очень болезненный. Потому что нам приходится отказываться от своего уже успевшего укреница духовного самомнения, о том, что мы очень велики и очень успешные преданы. И что происходит дальше, Господь Кришна говорит, такой преданный приползает потом очень смиренно к моим преданным, к Вайшнау, и принимает у них прибежище. И говорит, дорогие преданные, научите меня, пожалуйста, быть такими, как вы. И тогда я даю ему свою особую милость, говорит Кришна вот тогда. И потом он описывает эту милость словами, что это милость безграничная, это милость очень тонкая, это милость бесконечная, это милость абсолютно духовная и полностью удовлетворяющая свечания преданного. Потом начинается ништя, это уровень, как мы обсуждали еще раз с преданным, на уровне, на котором у преданного все хорошо. Даже страшно немножко. И предан не должен расслабляться, когда все хорошо. И Шенат Чиквартина Кур говорит об этом уровне ништя, когда все хорошо. Он говорит, когда благодаря практике преданного служения, благодаря садане, ум человека успокаивается, ум преданного становится чистым. И свободным от двух вещей, от вожделения и гнева. То же самое, что привязанность и зависть. Когда он совершенно чистый, он может практиковать с радостью преданного служения, он рад. Он очень любит, повторяя святые, любит общаться с преданным, любит слушать, а не говорить даже больше. Любит слушать преданного так, чтобы они не замечали его служение. Не замечали, кто, вернее, служение пусть они замечают, но не замечают, кто это делает. Очень вдохновляюще. И тогда у него уже можно получать прибежище. Другие преданные просто вспоминают о том преданном или служае, или помни о нем, или общаясь с ним, задавая ему вопросы. Просто самим фактом общения с таким преданным, с такими преданным, на таком уровне ништя, получают прибежище. С одним фактом существования таких преданных рассеивают все сомнения, потому что Кришна есть, и что счастье в преданном служении недостижимо. Кришна говорит, что не нужно расслабляться. Если мы расслабляемся, если мы думаем, что вот и достиг, то в один прекрасный день, говорит Кришна в своем комментарии, из-за того, что он ослабевает, ослабляет свою практику преданного служения, те самые вожделения и гнев, которые, казалось бы, уже ушли из его сердца, снова проявляются. Поэтому нельзя расслабляться на этом уровне. Но такие бедные, как правило, не расслабляются. И потом начинается движение под архоз. До этого мы взбирались, взбирались по этой почти ответственной горе, стене, передогревая на артхи, цепляясь за общество преданных, убеждая себя в том, что общество преданное за него нужно цепляться, стараясь не замечать их недостатки. Но, в конце концов, мы вводим на уровне низкий. Когда, как говорится в этом стихе, «Наштаб, проешь, обадуешь, уничтожение бхагават, сэмэ, бхагават, ухтамашу, кей, бхахтам бхагават, унаштики». Как благодаря регулярному слушанию шиман бхагаватам и служению личности бхагаватам, личностям бхагаватам, почти все, что есть в неблагоприятном сердце уничтожается. На преды возникает вопрос, стоп, значит, почти все. А что, что-то не уничтожается в сердце? Нет, там речь идет о том, что, когда почти полностью уничтожается, тогда преданное слово становится стабильным. И потом уничтожается полностью. После этого. Такой предан начинает по-настоящему жить вкусом. И движение под откос означает, что в сетон момента, послеуреониднический, преданный может доверять своими чувствам. Он или она может доверять своему умову. Об этом также вводится в 11-й песнищем базу, как там говорится. И такие преданные ставятся по-настоящему друзьями другими преданами, потому что они рады видеть успех других преданных. В этом заключается по-настоящему критерий способности быть другом. Хотите узнать критерии, можете ли вы быть другом или нет? Шилл Попада коврыл в этом. Это не мой критерий. Он говорил, заглядите в себе сердце, если у вас есть зависть, то вы еще не живете в духовном мире, вы еще не готовы к духовному отношению. Когда наш друг, тот, кого мы считаем другом, когда он добивается чего-то удивительного, что мы испытываем в этот момент? Зависть или гордость? Радость. Гордость за него. Гордость от радости, да? Или зависть к нему? Когда, рассказывается, Бхакти Расамритисинду, когда великие полубоги приходили к Господу Кришне, прославляя Его на поле битвы к Рокшетре, что делал Арджона с той радостью? Он смахивал с павлиниевого пера Кришной пыль. Так его прихода шел. Горошу на полубогов. Что делал Кришна по отношению к Арджоне? Он мог сам победить на поле битвы, убить всех воинов, но он отдал эту славу победителе Арджоне. Он очень хотел, чтобы Арджона получила ее. И что делал Арджоне по отношению к Кришне, по любителю, когда в Кришну выпускали стрелы, потому что понимали, что стоит как-то убить Кришну, или как-то вывести его из строя. Не знаю, кто выпускал. Ну, какие-то люди были в полу этого сражения, выпускали стрелы в Кришну. Хотя, наверняка, большинство из них понимало, что его невозможно убить или ранить. У него вообще тело, лишенное вен, там нет кровеносных сосудов, его тела. Так об этом говорится в Шипанишан. Но, что делал Арджона, хотя он тоже понимал, что такой Кришна, он бросался и защищал своим телом Кришну, чтобы все тела и стрелы подзались в него. И в Бхак Тирасам Витесина говорится, что от того, что стрелы попадали в него, а не в Кришну, Арджона испытывал огромный экстаз любви к Кришне. Но потом, когда Нарада Муни пришел в хасте на опоры и стал прославлять Арджона как лучшего из друзей, лучшего из преданных Кришны, получившего наибольшую милость, то, что говорил Арджона в ответ, он говорил, Арджона, как ты можешь говорить такое, как ты можешь говорить, что Кришна мне вдруг? Как мог вдруг так вести себя по отношению ко мне? Потому что, когда мы сражались на поле битвы, то Кришна защищал меня от стрел, летевших в него. Возьми, от стрел, летевших в него своим телом. Он подставил свое тело под эти стрелы, и стрелы попадали в него. Из его тела типа кровь. И тем самым он причинял мне страшную боль. Друзья так себя не ведут. Никогда не причиняйте, друзья, боль своему другу, понимая, что ты ранит ему больше чем. Как может он, если он друг, ты говоришь, как он мог так себя вести? Иудиштира Махараш тоже у него нашлось что-то, что сказать на этот счет. Когда Нарадамуни стал говорить, Иудиштира, ты величайший предан Кришны. Кришна ради тебя отнял это царство и отдал тебя, присутствовал на этой Раджасу и Яге, стал главным ее объектом поклонения. И Иудиштира со свойствами его глубокомысленно говорил, что я не могу согласиться с твоей логикой, Нарадамуни, что Кришна проявил к нам особую милость, потому что он опрек нас на страдания. Он вынудил нас скитаться по лесу, изгнаний, и потом еще год, влачь и существование, неузнанно предваряется реабиратой, он поверил нас таким большим количеством испытаний, привечеслять нам все стал. И мы можем подумать, подождите, что-то случилось, это с Иудиштирой как? Так обычно ропщут на Кришну только преданные неофиты. Слышали такое? Как Кришна? Кришна, разве Бог как? Если у меня вот так все плохо, если у меня нет денег, нет квартиры, нет мужа, нет жены, то как может Кришна быть Богом? Вот слышали такое? Если я заболел и умер от какой-то болезни, их там преданные умирали, болезнь, от чего-то должны преданные умирать. От чего-то мы должны умирать. Было бы, как мы недавно с преданными обсуждали, было бы страшно, если преданные бы умирали ни от чего. Вообще. Шел бы и умер. Вскрытие показало, ни от чего. В общем, ни один, ни два, все приходят. Через 10 лет, выходя на уровень нишки, умирают ни от чего. Кто-нибудь приходил бы к нам после такой рекламы движения сознания Кришны. Поэтому, от чего-то умирают. Здесь какая-то причина. Кришна, что-то устраивает жизнь преданных. Поэтому преданный ропщут на Кришну. Как может Кришна, если есть такое на свете Кришна? Почему? Говорит, лучше друг всех живых существ. Какой он друг? И вот, Дидештьхир, и Олахикарова рассуждение будет очень подозрительно похоже на роптание вот такого бакты, материалистичного преданного, который ожидает, как Кришне безоблачного, материального существования. Желание, желательно, бессмертного. Кто-то пошутил, и это очень мудрая шутка, что есть миллионы людей в этом мире, мечтающих о бессмертии, и при этом не знающих, чем занять себя в субботу вечером. Поэтому они еще бессмертие желали, мечтают, да? Но Кришна, он знает точно, как дать приятному милости, в какой форме. И Идештьхира, его вечного спутника Кришны, слова о том, что Кришна никакой не доброжелатель, милость никакой не дал, потому что мы страдали, выглядит очень странно. Дальше объясняется, почему. Он объясняет даже все. Потому что цель моя, цель всего того, что я делаю, и то, что я согласился быть императором, и то, что я вот царь, и моя роль по отношению к нему как предного, и друга, и в том, что вы других в служение Кришны приводите. Самая главная цель в жизни, самая большая радость для меня, это занимать других служения Кришны. Я для этого провожу все эти церемонии Раджасу и Ягин, объясняю в 11.50 песню по новости, что Раджасу и Ягин провожу для того, чтобы все другие увидели Кришну как главный ответ поклонения, и увидели, что не поклоняюсь ему, нельзя ни на что рассчитывать. Это моя цель, это мой проповеднический, это косвенный проповедь, да, Яги проводить, свой спорик преданный, можно Яги проводить или нельзя? Тоже ломают копья, преданным сейчас вот, дай повод только поспорить о чем-то, о астрологии, о Ягиях, о прививках, Калиюга, любой повод, о том, о Раморе, или Рама, назовите, ткните в любую еще страницу, там повод для споров, преды найдут. И Яги, тоже, стоит ли проводить или нет? Ответ однозначный, я не скажу, какой. Чтобы о нем вы не спорили. Медыштир дает ответ, он говорит, если уж проводить Яги, то такие, что все люди придут на них, увидят, что Кришна главное божество, что все предлагаются ему, что ему поклоняются все полугоги, все мудрецы восхваляют ему славу. И когда все соберутся на мою рождественную Яги, для этого я провожу, и все увидят, что Кришна, главное божество, Он верховный повелитель, Он высший мудрец всех мудрецов, Он Дева, Дева, высший полугог среди полугогов, высший бог среди богов, и все склонятся перед Ним, и тогда я достигну своей цели. Для этого стоит Яги проводить. Он рассказал об этом Кришне, Десятая песня Павла, Кришне, это хороший план. Мне очень нравится этот план, потому что я воспользуюсь всем, чтобы прославить тебя, Юдриштира. Я покажу всем, что я подчиняюсь твоей воле, я понимаю тебя императором, служу тебе. Вот так. Но когда Юдриштира говорит, если бы это моя цель, чтобы всех привести к служению, Кришне доказать, что это высшее занятие для человека, но если Кришна сгонял 11 лет, сколько Он там гонял нас по изгнанию, Он подвергал нас бесчисленным страданиям, и обо всем этом написано Махабарати Шиманбхагаватам, и все об этом знают, то как они вдохновятся на служение Кришне, если мы, Его чистые преданные, вот так, как им кажется, страдаем? Какой Он после этого друг? В этом причина Его. Не то, что Он самим страданием, из-за страдания переживал, Он не страдал, но переживал, что эти страдания отвадят других людей от служения Кришне. Это было Его переживание. Нехитрый, это искренний ход. Это то, что Он... Какие-то это будут у нас, когда мы будем думать, Кришна, не послали мне страдания, чтобы другие не расстраивались, видите, как я страдаю. Это будет хитрым ходом с нашей стороны, потому что мы-то знаем, чего мы хотим. Так вот, возвращаясь обратно к дружбе, Кришне, мы говорили о том, что Он сел на пикник. Мы об этом говорили, если вы помните. И все мальчики-пастушки, начиная с его самых близких, приянарма-сак, потом прия-саки, саки, и потом сухрид, окружающий по периметру с оружием. Они все рассаживаются вокруг него. Сколько их? Бесчисленное количество осанки это. И все они рассаживаются вокруг Кришны. И в этот момент Господь Кришна принесет удивительную способность. Они все рассаживаются констерическими кругами так, что последующие мальчики сидят между двумя предыдущими. Так, чтобы, знаете, как в кинотеатрах ставят сиденья так, чтобы они видно было между макушками предыдущих людей. Вот они садятся вокруг Кришны констерическими кругами. Напоминает это все удивительный лотос. Лотоси также лепестки располагаются кругами и они прикрыли таким удивительным образом, что они вот так вот поставлены между предыдущими. Так, чтобы каждый мог видеть Кришну. Хорошо, они все видят, но а Кришна что? И в этот момент Господь Кришна проявляет подлинное понимание, правильное понимание, правильный смысл стиха из Бога Вангития, где он говорит, что у Господа повсюду руки, повсюду лики, повсюду глаза. Сарвату мукам означает, что везде он смотрит на всю сарвату. Его лик направлен, повернут по отношению ко всем сторонам света сарвату мукам. Обычно такими словами описывают Параматму и Господь Кришна показывает ее в Багалагите этот облик Параматмы вечного времени. Я говорю, везде твои лики, везде твои руки, везде твои ноги, везде твои чрева, все, глаза и уши, все везде. Но в этот момент Господь Кришна показывает правильное, истинное понимание, истинное смысл, высший смысл этого стиха. Он проявляется так, что каждый мальчик пастушок думает, видя, что Кришна спорит на него. И поэтому каждый думает, Кришна, у меня так много друзей, причем гораздо более дорогих, чем я, но Кришна смотрит на меня. Точно так же чувствует себя Гопика на ней танцует, танцует с Кришной, хотя я так много, но Кришна со мной. Точно так же чувствует себя коровы в коровнике на Махарадже, когда Кришна с утра поднимаясь, бежит доить коров, 900 тысяч коров, и поскольку последовательная дойка каждой коровы замела бы больше времени, чем есть часов, в сутках, или даже в месяцы, Господь Кришна проявляется в 900 тысяч форм, подходит к каждой корове одновременно, но так, что каждая корова, думаю, что подошли к ней первой. Из всех 900 тысяч коров Кришна ходит на меня и дует меня первой. И точно так же Господь Итанима Хабарбух в этой знаменитой юлии, Беда Киртани, перед Радхаятрой, перед Крестницей Радхи, Он проявлял себя во всех группах Киртанах одновременно, поворачиваясь ко всем своим преданам одновременно. Дорогие преданные, вот это истинно основа для дружбы. Только тогда мы можем по-настоящему дружить другу, и ценить другую, если мы будем помнить, как дружить, как ценит каждого из своих преданных Господь. И что вести себя по отношению каждому из преданных по-другому означает вести себя вразрез с интересами Кришны. Называется Придхакбава или даже еще точнее Бинадрик. Бинадрик означает слово, употребляемое Господом Капиладевой в Третьей Песне Багаватам. Бинадрик означает видеть мир отлично, отделенно, отрезанно от видения Кришны. Это словом Бинадрик называют человека в Третьей Песне Багаватам, который служит Кришне как бы, но служит с желанием доставить страдания другим. С желанием ненависти, желанием зависти вижимой, желанием принести страдания или боль другому существу. Придеяние будет невежеством. И такого человека называют словом Бинадрик он преданный. Более того, в комментариях Шилапрупадна говорит, что такой преданный обычно считает себя самым лучшим из преданных. Он считает себя чистым преданным, который лучше всех понимает, строже всех следует, глубже всех понимает, больше любит Шилапрупада, чем другие. Придеяние готов порвать всех. Придеяние говорит, ваша любовь ко мне проявится в том, как вы сотрудничаете с друг другом. А этот преданный в своем состоянии Бинадрик думает, что моя любовь к Придеяние проявится в том, как я буду всех рвать за него. Он тоже преданный, но он Бинадрик. Бинадрик означает отделенное видение. Живет в иллюзии. И Ачарий объясняет, что его причина такого, причина проявления такого Бинадрик заключается в том, что Господь видит всех как очень дорогих себе и действует по отношению к каждому и каждый как лучший друг. А такой человек, который называет себя преданным, и он также преданный в перспективе. Его нужно уважать за то, что он хотя бы преданным себя считает, за то, что он правопаду цитирует. За это его нужно уважать. Но держаться от него на повседневном расстоянии, чтобы он тебя тоже не порвал. Подальше, на всякий случай. И его качество Бинадрик проявляется в том, что Господь считает себя и действует как лучший друг всех живых существ, живет счастьем каждого. А этот преданный живет несчастьем каждого. Нет ничего более далекого, чем это понимание процесса предногослужения и его конечной цели. Настолько, что Господь читает Махапрубов сама Верховная Иснасть Бога в самом милостем, в своем прощении, проявлении, говорит в читании Баговати, что человек, который служит мне, повторит мои имена, но при этом причиняет хотя бы любое небольшое беспокойство другим живым существам, он никогда не обретет в меня. Он обретет лишь страдания. Я сам лично пошлю ему эти страдания в области своего святого имени. Господь читает Махапрубов сравнивает такого человека с Брамоном, который поклоняется мне одной рукой, предлагая мне листок от этого года, а другой рукой бьет меня палкой по голове. Примерно так. Воспринимает Господь наше поклонение из-за такого человека. Он терпит вдохновенные перспективы, что такого человека рано или поздно, в лучшем случае, в лучшем сценарии, если он сможет позитивно получить позитивный опыт, общаясь с другими преднами, которые служат Кришне по-другому, правильно. Ну, а в худшем сценарии он расстрадается и потом придет смиренный тем самым преднам, которых он ваза про упаду, и скажет, дорогие прабы, научите меня любить, чтобы упаду, даже как вы. Пожалуйста. Сегодня мы говорили о предпосылке для отношений с преднами. Мне не хотелось говорить о каких-то искусственных идеях о том, зачем нам нужно дружить. Не хочется совсем. Мне хотелось сегодня, и я надеюсь, мы до какой-то степени достигли этой цели, моей цели, моего желания, читать о том, как Кришна дружит со своими преднами. Общаясь с ними, с этими друзьями, Кришна читает о них, и общаясь с теми преднами, которые испытывают вкус слушания о том, как Кришна, лучший друг, общается со своими лучшими друзьями, мы сможем хотя бы понять, как прабада здесь пишет очень красиво в начале этой главы. Сейчас прочитаю, как она пишет. Он говорит, это зрелая братская раса, прабада пишет в скобках, определенный аромат отношений с личностью Бога. Этот аромат мы можем вдыхать, слушая и читая об этих отношениях. И самый лучший способ, формат чтения и слушания об этих отношениях это с другими преднами. Потому что в этот момент, когда мы слушаем и читаем об этих отношениях с другими преднами, мы развернем эти отношения с ними. И потом другие, в другое время, когда мы уже не слушаем и читаем, нам будет легче вести себя как лучшие друзья и доброжелатели по отношению ко всем этим преднам. И тогда по-настоящему станем Мадхи-Мадхи-Кари. Не то, что мы должны стать Мадхи-Мадхи-Кари, и тогда мы научимся общаться как друзья с преданными. Итак, вот те, кто умеют общаться как друзья с преданными, называются Мадхи-Мадхи-Кари. Другого определения Мадхи-Мадхи-Мадхи-Кари-Ности нету. Нет. В этом, наверное, мы закончим сегодня наше обсуждение. Дорогие, по-моему, уже много времени. Здесь мы первым. Завтра мы поговорим о том, как дружелюбие проявляется между преданными, а послезавтра мы поговорим о том, как ее, дружелюбие, можно напрягать по отношению к другим живым существам. Спасибо. Вопрос. Вы уже задали. Это был вопрос. Можно ли вопрос? Да, конечно. Вот я не поняла. Простите, пожалуйста, ну вот озабоченность вот Хиршкиры, что через страдания их Кришна провел, это может постранить других, как бы не вдохновить. Это понятно, потому что он был христос преданный. А вот это почему как-то Кришна вот этот подгрыгал, тут не следует. Давайте об этом завтра поговорим. Хорошие, как раз. Расходы. Савтра начнем. Давайте, пусть сегодня, пусть целые сутки будут предотвратить. Это еще нужно. Надеюсь, что через сутки вы все останетесь здесь на фестивале, а не уедете. Ничего не нужно иметь общего с этим Кришной, который даже своих частых предотвратов так мучает. Дай Кришне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому